Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли православным смотреть фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы»? Кто-то сейчас услышал и скажет, ну, аж придумали, называется, а что здесь такого? Вы еще спросите про какие-нибудь другие фильмы, про «Властелин колец» или про «Звездные войны», при чем тут «Страсти Христовы». Но фильм-то о Христе, фильм о страданиях спасителей, и вроде бы претендует на некоторую историческую достоверность. Поэтому от себя скажу, что есть и некоторые неточности в этом фильме. Есть некоторые мифы, что якобы Папа Римский посмотрел этот фильм, сказал, что все-таки было, да, вот как здесь показано, все-таки было. Ну, это не что иное, как миф. Но фильм очень близко снят к евангельским событиям, очень тщательно проработаны персонажи, архитектура, постройки, характеры. Есть, конечно, некоторая символика. Но куда же художественному фильму без аллегорий, без символов, без присущных кинематографу образов? Все это присутствует. И кинематограф обладает своим собственным языком, эти законы никак не нарушить. Но в целом, я думаю, что православный христианин имеет полное право его смотреть. Некоторым даже смотреть надо обязательно, чтобы понять, что стояло за вот этими скупыми словами Евангелия, что ударяли по деснице его. Ну, ударяли и ударяли. Кого не ударяли-то в этой жизни? И чего там вдруг так умер на кресте быстро? Вот разбойники висят себе, висят, а этот умер уже. Даже Понтипилат удивился. Как уже умер, спрашивал он? Так посмотрите, как страдал Христос до того, как его распили. Распятие было уже апофеозом страданий Спасителя. Его страшно бичевали. Его терзали всеми возможными, немыслимыми на сегодняшний день способами, чтобы показать свирепствующей иудейской толпе, что вот, сей человек, может, хватит с него. Пилат таким образом пытался утолить кровожадность иудеев. Вот, смотрите, до смерти его избили. Все, плоть его кусками свисает с тела его. Нет живого места. Хватит жизнь ему сохранить. Но нет. Распни, распни его. За одно преступление два раза не наказывают. Тем более так тяжело. Распятие само по себе тяжелейшая смерть. Человек умирал от удушья, чтобы вздохнуть, необходимо было опереться на гвозди, которые были в твоих ногах. Корявые, острые, которые через всю нервную систему проходили. Это адская боль. Птички прилетали, глазки выклевывали. Тяжелая смерть. Все тело было изогнуто неестественно. Этот фильм показывает всю физиологическую подробность. Он не для снабонервных. То есть детям, пенсионерам смотреть не стоит. Особенно тем, кто чувствителен к чужой боли. Я показывал свои в кинолектории при храме. Сам смотрел несколько раз. Люди, конечно, реагируют всегда одинаково. То есть это слезы, это такое молчание, переживание происходящее, понимание того, что ты совсем по-другому относился к страданиям Христа. Этот фильм помогает нам понять, какова цена нашего спасения. То, что совершилось на кресте, совершилось и для меня, и для вас, для всего мира. И цена этому дорогая, велика. И, может, тогда ты перестанешь крестик носить как украшение. Ты поймешь, какие тяжелые страдания перенес спаситель на кресте. Для тебя это станет чем-то более глубоким, более сокровенным. Это станет, крестик станет у тебя действительно нательным, а не на каком-нибудь там наблузочном, надежном. Может быть, наши современные там реписполнители перестанут крест носить на себе как украшение, посмотрев этот фильм. Ну, ах если бы, ах если бы. Так что смотрите, друзья мои, если вы готовы проплакать более часа и в течение нескольких дней ходить под впечатлением, но тем не менее проникнуться страданиями христовыми, посмотрите. Если не готовы, не обязательно. Я думаю, какой-нибудь монах или подвижнее благочестие не будет такое смотреть. Ему это не надо. Он и так прекрасно знает о страданиях спасителя из церковных текстов, из внимательного прочтения Евангелия, толкования на него. Но нам, современным людям, нужна визуализация. Мы мало читаем, мы мало понимаем. Мы о Туринской плащанице тоже практически ничего не слышали и не знаем. А ведь Мэл Гибсон внимательно изучал ее, и очень много для этого фильма было подчеркнуто из изучения этого артефакта христианской церкви. Посмотрите, не пожалеете. Продолжение следует...